Почему каждая серия Дон Хагми Эмскерт начинается с чистого листа? И что означает Сон Желтого? И кто такой Дэвид? И почему Желтый по сути главный персонаж Шоу? На все эти вопросы я постараюсь сегодня ответить. У нас с вами осталась последняя серия, после которой мы наконец поймем, что тут происходило. Или же наоборот, еще больше запутаемся. Короче, давайте сначала глянем в финальный эпизод, а потом уже обсудим все, что видели. Начинается серия сразу интересная, с измененного интро. Если помните, пятый эпизод кончился тем, что героев вернули обратно. Выглядело это так, будто они ручные куклы. И именно та женская рука снова появляется в кадре, вращает кукольный домик героя. После интро нас тут же переносят к троице, которые сидят на кухне и занимаются своими делами. Утка разгадывает кроссворд, а красный и желтый, можно сказать, убирается по дому. Да, все как всегда, их быть не имеет никакой связи с тем, что происходило в прошлых сериях. И в какой-то момент им приходит квитанция за электричество. Однако, никто из них не знает, что такое электричество. Это провоцирует появление учителя, электрощитка по имени Электрэйси. В своей песне она начинает объяснять им важность электричества. И, к своему несчастью, сама палится на том, что работает от батареек. Желтый говорит, что он тоже работает от батареек, и тогда ему вменяют, что он просто глупый. И это не так, однако это реально так. Все это время желтый парень реально работал на батарейках, и мы видим, что они довольно изношены, что объясняет, почему весь сериал он такой потерянный и глуповатый. И когда учитель говорит ему, что батарейки следует хотя бы иногда менять, утка берет и меняет их. Причем свежий берет именно у учителя. У учительница тупеет, а желтый преображается в совершенно нечто иное. Теперь это не тот желтый тупенький парень, которого мы все знали. У него изменились глаза, прическа и, самое главное, речь. Теперь можно понять, что именно он вообще хочет донести. Да, теперь он собран и обладает контролем над собой, да и вообще над эпизодом в целом. Если в пятом эпизоде контроль над эпизодом принимает красный, то тут, когда учитель находится в невменяемом состоянии из-за батареек, желтый берет все в свои руки. И точно как в пятой серии заходит за кулисы того мира, где они постоянно существуют. Ну а я захожу вперед, вернемся к застолью. Желтый впервые за сериал видит то место, где они находятся в совершенно другом свете, в какой-то степени он разделяет ощущения красного по этому поводу и начинает задавать вопросы. Вот только если красный все время старался сбежать, желтый просто пытается найти ответы. При этом заметит, что утке вообще всегда комфортно дома, ну то есть куда бы его насильно не вытащили, хоть к себе домой близняшки, или когда портфель затащил их на завод, он что в том, что в другом случае пытался вернуться постоянно домой. Осознает ли утка свое положение или нет, это конечно вопрос, но то, что он глупый, очень сложно сказать. А вот желтый был именно тупеньким всегда, он жил в неведении, и ему было нормально везде, хоть дома, хоть на заводе, хоть у девочек, хотя там немножко спорно. Но теперь ситуация другая, теперь он умнее красного и утки вместе взятых, они не догоняют о чем он говорит, и тогда на помощь внезапно вылетает новый учитель, он хочет рассказать ребятам про страховку внезапно. Но желтый тут же начинает душнить, и учитель решает, что надо валить. Друзья, мне нравятся эти изменения, они не понимают желтого, да и не только желтого, они не понимают, что тут вообще все это время происходит. Вернемся к домику. Мы хоть и поговорим о том, кто управляет главными героями и управляет ли вообще, но сейчас я хотел бы показать вам, как вы сами могли бы управлять не то что домиком, а целым виртуальным городом в плюс сити, мобильной игре от Яндекс Плюса. И управление не просто какое-то там скучное в вашем телефоне, а с помощью реальных действий в реальном мире вы сможете двигать ваш прогресс в игре. Я, например, вот заказал пену для бритья на Яндекс Маркете, и вот уже в моем виртуальном городе разъезжает красный мягкомобиль. Посмотрел фильм на кинопоиске и получил комнату друзей. Фанаты сериала, думаю, узнали. Кстати, о классных сериалах. На кинопоиске сейчас идут игры, а в плюс сити целый ивент, посвященный этому сериалу. Он состоит из трех отдельных мини-игр, основанных на олимпийских видах спорта, в которые я реально залип. Гребли, стрельба из лука и бег. Они открываются постепенно, и в каждой из них вы можете заработать медальки, которые будут двигать ваш прогресс. Но наибольшее количество медалек вы уже сможете получить, если посмотрите эпизоды сериала на кинопоиске. Ну и куда же без наград, собственно говоря? Вот такой вот усатый мужичок-спортсмен и олимпийский мишка в пиксель-арт-стилистике. И вся эта концепция плюс сити, это, наверное, то, чего вот мне не хватало, и, наверное, таким людям, как я, которые в детстве, или, может быть, не в детстве, играли в симуляторы жизни, потому что там вы отправляете своего персонажа на заработки, чтобы потом уже развивать его дом или город. А тут все зависит от ваших действий личных. И, конечно, это не может не увлекать, поэтому рекомендую попробовать уже сегодня. Ссылочка будет в описании, скачивайте и пробуйте. Утка уже чуть ли не в слезах кричит, что желтый не должен себя так вести. Ему тошно от того, что все не так, как прежде, но желтый как не слышит. Осматривая все вокруг, его взгляд останавливается на искаженном отражении в зеркале. По ту сторону мы видим прежнего желтого парня. Неряшливого, наивного и глупенького. Кто, кстати, читал книгу «Цветы для Элджерно», но тут, возможно, словит тут флэшбэк в этой сцене, потому что желтый, по сути, общается с собой прежним, тем непонимающим внутренним ребенком, который в какой-то момент уходит и открывает за собой вид на лестницу. Которая, по всей видимости, была тут всегда, просто ее никто и никогда не замечал. И внезапно зеркало превращается в нового учителя. Оно пытается отворить желтого, но его любопытство уже мало кто перебьет. Зачарованный потенциальной разгадкой, он поднимается по лестнице, и чем выше она уходит, тем мрачнее становится. При этом красные утки сидят за столом, озаренные светом. Будто сцена намекает на то, что желтый уходит куда-то в неизвестность, из мира, где ему все знакомо и понятно. Что странно, нам показывают картину, которая как бы намекает на предсказуемый исход, на то, что все так должно было произойти, что это все предрешено, будто именно желтый должен был когда-то это сделать. И он поднимается. На его пути будет несколько комнат. Первая комната, комната больших мальчиков. Там он видит другие версии утки и красного. Они поумнее тех, которые остались внизу, ведь они бигбой, по сути старшаки. То есть тут, видимо, обыгрывается тема школы. Если как бы каждый эпизод, в каждом эпизоде появляется учитель, который пытается объяснить всякую банальную ерунду, как для младших классов, то тут в комнате для больших мальчиков предметы уже посерьезнее. Появляются учителя, и да, как вы поняли, их двое. Они точно как раньше поют песню, но в момент желтый видит кое-что, что его ужасает. Он видит, как учителями управляют замаскированные кукловоды. Никто больше этого не замечает, и желтый просто уходит обратно на лестницу. По пути наверху он находит комнату для мальчиков побольше. Комната выглядит футуристичной, и красные с уткой в комнате, мягко говоря, соответствуют. Ну, если кратко, желтый не получает ответов и здесь, потому разочаровавшись, он уходит и двигает дальше наверх. Тем временем утка и красный играют на кухне с электричеством, и игра эта заходит немножко дальше, чем нужно. Подключая все больше и больше приборов к электросети, они перегружают сеть, и весь свет отключается. Становится ясно, что место, где они находятся, это уже не кухня, а далеко простирающаяся пустота, где они находят искалеченных учителей из прошлых эпизодов. Причем, что интересно, даже из первого сезона. Ну а желтый, наконец, добирается до последней комнаты. Внутри он находит женщину, самую настоящую женщину престарелого возраста. Ее зовут Лесли, и она тот самый кукловод. Ее голос мы уже слышали в пятом эпизоде, и именно ее рука крутила дом в интро-шоу. Также за стеклом в ее комнате будут лежать три предмета, которые мы видели чуть ранее. При первом просмотре вы можете не придать этому значение, но об их значении мы еще поговорим, сейчас хочу закончить сюжетом серии. Желтый обращает внимание на кукольный домик, куклы в котором расставлены в соответствии с текущим положением вещей. И, наконец, желтый задает свои вопросы Лесли, однако ни на один она не дает, по сути, конкретный ответ. Вместо этого она дает желтому книгу, где должны быть ответы на все его вопросы, а потом просит его уйти отсюда, а когда тот просит еще остаться, она срывается на него. Если что, об этой фразе мы еще поговорим, потому что она родила целую теорию о погибшем сыне Лесли. Однако, что еще интересно, когда желтый уходит, нам показывают, что в комнате была еще одна лестница. Утка и красный сидят в темноте на полу, и красный впервые показывает принятие своего вон того вот положения, он хочет, чтобы все стало как было. Внезапно на них падает луч света из открытой двери, желтый входит в комнату с книгой, но до того, как у него появляется возможность что-либо сказать, утка подскакивает и меняет местами батарейки в желтом, потому что, я думаю, вы еще не забыли, его все это уже достало. В доме снова появляется свет, а желтый вернулся в свое прежнее состояние, в состоянии недалекого наивного дурочка. Он держит в руках книгу и отчаянно пытается вспомнить все, через что он прошел, но, конечно же, он никогда не вспомнит этого. А так как до конца серии остаются считанные секунды, у зрителей умирает последняя надежда на то, что они узнают правду. Правда окончательно, она умирает вот в этом. Вот так вот наша троица радостно уничтожила свой шанс узнать мир, в котором они живут. Ну и мы с вами тоже. Теперь давайте разбираться. И давайте начнем с чего-то менее интересного. Символы. Да, те самые, которые были на обложке книги, но которые были не только на ней, так-то они были много где на протяжении всего сериала. И фанаты шоу, конечно же, стали расшифровывать символы, что-то у них даже получилось. Например, вот этот символ, это имя утки. Он заметен на самолете утки в эпизоде с похоронами, а также в эпизоде про семью. Вот этот символ, это имя красного парня. Он появляется на урне в его кабинете. Скорее всего, это было адресовано ему письмом. Плюс такой же стикер с символом висит на холодосе. Возможно, он помечал свою еду, чтобы другие не сожрали, потому что, не забываем, его и так подбешивает положение дела. А тут есть еще и желтый по своей глупости сжирает его еду, то парню реально не позавидуешь. Ну и методом исключения можно понять, что вот этот символ имя желтого. Но что они нам дают? Как вы помните, когда желтый парень попадает в комнату Лесли, он проходит мимо трех предметов за стеклом. Упаковка Чадл Даллапс из третьей серии, лопата из второй и батарейки, собственно, из этой самой серии, финальной. Каждая окошко помечена цветом персонажа, однако предметы не совсем подходят под них. Если утка взаимодействует с упаковкой Лакомс, но не может ее открыть, и желтый парень напрямую связан с батарейками, то красный парень ни разу не прикасался к лопате, которая вроде как припасена именно ему. Тут уже становится интереснее, мы уже с вами обсуждали, да и вы не могли не заметить, что каждая серия начинается так, будто прошлой серии не существовало. По крайней мере, герой не помнит тех событий. И, возможно, герой даже не впервые проживает эти самые события, будь то с червем или с близняшками. И, скорее всего, эти истории, они должны прожить в правильном порядке. То, что мы с вами видели, было неверным, ведь красный парень не взял лопату, а утка не может открыть упаковку. По идее, упаковка была припасена как раз красному, но именно он в конце третьей серии все-таки открывает ее. И, следовательно, можно сделать предположение, что в книге прописан верный сюжет. Вернее, верная последовательность для верного сюжета. Но еще прошу обратить внимание на фразу, которую говорит желтому лампу в третьем эпизоде. Вам, правда, произнесу эту фразу я, чтобы не прилетел за авторские. Мне кажется, что когда мы умираем, мы попадаем в самый центр земли. Ну, то есть, это не совсем центр. Это место где-то между ядром и поверхностью. И там мы переживаем нашу жизнь заново, как спектакль для новой расы. И если делать все правильно в этом спектакле, ты получишь фунт. Такая вот странная фраза, которую можно было бы принять за чушь и тупой юмор создателей, которые хотят растянуть хронометраж серии, лишь бы удовлетворить потребности канала, с которым у них контракт на выпуск серии. Однако тут все куда интереснее. Если помните, в конце первой серии утки реально прилетает в глаз монеткой. И получается, что он прожил тот эпизод с заводом верно. Чего не скажешь про красного и утку. Красный стал боссом, а желтый престижным работником завода. И видимо они не должны были им остановиться, потому они не получили монетку. То же самое с другими сериями. Больше не было получено ни одной монетки за все шоу. Персонажи проживают жизнь неправильно, и потому они живут в бесконечном цикле попыток. Желтый, скорее всего, и правда Дэвид. И в серии про смерть именно он должен был умереть, ведь на надгробии имя Дэвид. И вот с этого момента давайте поговорим именно о Дэвиде. Кстати, кстати, вдруг вы не в курсе, но на Бусти вышел разбор еще одного культового веб-сериала с трешачком Пучей и Пенси, можно сказать, ретроспектива. Через неделю для всех платных подписчиков будет ролик о мрачном персонаже ТикТока. И я напомню это при том, что подписка вообще-то стоит дешевле Принглс. Но если платить не хочется, можете просто подписаться на мой ТГЭП, это бесплатно. Однако и там тоже теперь будет какой-то эксклюзивный контент и мини-ролики. Никакого спама, только что-то интересное. Я все договорил, продолжаем. Одна из самых популярных теорий на данный момент заключается в том, что Лесли потеряла своего сына, которого, скорее всего, и звали Дэвид. В таком случае, желтый парень как репрезентация ее сына. Наиболее вероятно, что сын Лесли погиб под колесами автомобиля. Возможно, она и сама была в том трагическом ДТП, если посмотреть на шрамы и швы на лице. Хотя кто-то считает это метафорой ее разбитой души, которую она восстанавливала многие годы после происшествия. Ну, тут по-разному можно посмотреть. Есть тут также визуальные подтексты, которые доказывают, что желтый как бы мертв. Во-первых, его путает гроб во второй серии и думает, что именно он должен быть мертвым, а не утка. Во-вторых, не единожды именно на желтого садится муха. Один раз в самом шоу, второй раз в трейлере ко второму сезону. Есть еще такая мысль, что создатели шоу хотели обратиться к старой, можно сказать, вечной теме создания и создателя. Человек всю свою жизнь пытается приблизиться к Богу, понять свою природу, свои истоки, получить ответы. Желтый, поумнев, пытается сделать то же самое. Он идет вверх по лестнице, Лесли становится для него лучом надежды, она кажется ему тем, кто сможет дать ответы. Для него она как высшая сущность, как для нас опять-таки Бог. И авторы сериала по сути намеренно не дают никаких ответов устами Лесли, потому что так не бывает. И если бы человек условно пришел к Богу и задал свои вопросы, он бы тоже не получил каких-то внятных ответов. И хоть мы с вами, как и Желтый, на протяжении жизни все-таки находим для себя какие-то ответы, большинство вещей остаются для нас неизвестными. Когда Желтый уходит от Лесли, авторы показывают еще одну лестницу вверх. Думаю, тут посыл в том, что ответы на некоторые вопросы могут породить еще больше вопросов. Эта лестница не кончится. Сколько бы ответов вы не находили в своей жизни, вместе с ними будет появляться еще больше вопросов. В сериале этот вопрос возможно с религиозным подтекстом. Если Лесли создатель всех этих полюбившихся нам персонажей, то кто создал ее? А кто создал того, кто создал Лесли? Если планета Земля появилась по теории большого взрыва, то что было до взрыва? Если вселенная бесконечная, то что такое эта бесконечность? Опять же, человеческий мозг вряд ли способен осознать это, даже если это так. И по таким углам сериал выглядит, конечно, намного понятнее, хотя все зависит от вашего личного восприятия. Но отнять тут нельзя, шоу во многих моментах философское и охотно дает пищу для раздумий.